А сегодня в рамках торжественного открытия стадиона «Спартак» состоится 12-я игра уникального проекта «Выходи во двор». На обновленном стадионе «Спартак» в Звенигороде прошел голоматч. На поле встретились легенды футбола России и жители Московской области. Среди легендарных российских футболистов Дмитрий Оленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Игорь Семшов и Дмитрий Хлистов. Всех собравшихся на первом футбольном матче лично поприветствовал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Стадион «Спартак» – это живая легенда города. Он был построен сразу после Великой Отечественной войны и стал гордостью Звенигорода. Здесь бывали именитые легкоатлеты. Здесь проходила подготовка сборной к чемпионату мира по тяжелой атлетике. Здесь проходила тренировка, открытие Олимпиады 1980 года. Открытие стадиона стало долгожданным подарком для всех жителей к 870-летию города. «Спартак» попал в региональную программу «Спорт Подмосковья» благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву. На реконструкцию спортивного объекта были выделены денежные средства. Теперь в распоряжении звенигородцев новое футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, теплые раздевалки, парковка, зона ворк-аута, тренажеры, скейт-парк, многофункциональная площадка и хоккейная коробка. «Хочу сказать и поблагодарить всех организаторов, которые участвовали в представительстве такого комплекса, прекрасного, уютного, комфорта, конечно же, впечатляет. И особенно вот поле, хотя мы еще на нем не были, но я уже вижу, что оно будет очень-очень комфортно для наших футболистов». По случаю открытия стадиона устроили настоящий праздник. Перед гостями выступил Денис Майданов и чемпионы мира и Европы по спортивной акробатике. Елена Краева, телекомпания Одинцова.